Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня я хочу поговорить с вами о продолжении культовой некогда серии игре Дельта Форс Хоук Опс. Это что такое, а? Да, я знаю, тут, как поговорил классик, не все поймут, не многие вспомнят. Ну да, была такая серия игр, когда-то очень давно, во времена зелёной травы, дисков по 100 рублей в палатках метро, а ещё твоя мама была гораздо сексуальней. Так вот, в этом видео я хочу обратиться и к тем, кто с этой серией знаком, и тем, кто в душе не знает, что это вообще такое. Я хочу обсудить, что нам стоит ждать от новой игры, основываясь на том, что нам казали разработчики в своих трейлерах и других рекламных материалах, а также на основе геймплея, который лежит в интернете. Обсудим основные моменты игры, типа там графику, какой в игре может быть геймплей, какие там будут игровые режимы, и я постараюсь ответить на вопрос, что же нас ждёт, очередной говношутер, нацеленный на прибыль, или базированный боевик для мужчин с местами седыми, но стальными яйцами. Для самых активных, как всегда, напоминаю, что у меня вообще-то есть твич-канал, а также телега, ссылочки на это всё в описании, стримы у нас проходят практически каждый день, в телеге я получу новости, пожалуйста, подписывайтесь. А мы, наконец, начинаем, погнали. Я уже, по-моему, говорил в парочке своих видео, что у шутеров сейчас не самые лучшие времена. Да, выходит огромное количество инди-бумер-шутеров, где можем взять пиво, убивать врагов, почти без катсцены сюжета, и вспоминать, какие мы старые, и как раньше всё было хорошо. Но хотелось бы всё-таки большего количества именно крупнобюджетных шутеров, ведь жанр, когда-то в прошлом, был одним из основных, он двигал индустрию, развивал графическую составляющую и так далее. Тем не менее, в последнее время, в лучшем случае, мы получаем неплохие дабл-эй проекты, типа Трипанк 2, да и всё. Ну и, конечно же, ждём новый Doom. А если же говорить про сетевые шутеры, то тут всё ещё грустнее. У нас есть несколько батл-ройлов, PUBG, Apex, Warzone и, прости господи, Fortnite. А из сессионок у нас только бессмертный Counter-Strike и парочка когда-то великих франшиз. Battlefield и Call of Duty, которые сейчас чаще разочаровывают своих фанатов, так как у них, кроме друг друга, собственно, нет конкуренции. Ой, какая ж это всё хуйня. Вы не думайте, я не забыл про другие более хардкорные шутеры, типа там, Скват, я не знаю, Холодлус, Вотарков у нас есть, Грейзон недавно релизнулась. Но это всё, как говорится, совсем из другой оперы. Единственную игру, наверное, которую можно упоминать именно в контексте конкуренции Battlefield и Call of Duty, это очень любимая мною Insurgency Sandstorm. Ну и она, во-первых, как бы немножко более хардкорная, а во-вторых, сильно более бюджетная. И вот даже если мы всё-таки соберём всё вот это, суммарно мы получаем чуть больше 10-20 крупных и поддерживаемых на данный момент проектов. Ещё и в совершенно разных жанрах, с разной аудиторией. По-настоящему народных и популярных шутеров среди них очень мало, и это дико печалит. Хотелось бы знать, что было вот как раньше. Вот есть шутер, у него есть компания, которую можно пройти в одиночку, и есть мультиплеер, где можно стреляться с друзьями. И вот представьте себе, из подобных крупных проектов у нас, считайте, ну только Call of Duty. Даже в последней батле отказались от компании. Вы, может, вспомните Хейла, но он как бы вышел и умер, в том числе его мультиплеер. И вот именно, по всем этим перечисленным мною причинам, после анонса возрождения серии Delta Force, у меня появилась небольшая надежда на то, что, ну может быть, наконец-то появится новый игрок на поле шутанов. Однако, чем больше я узнавал об игре, тем слабее эта надежда становилась. Как же так получилось? Вот это дело. Все по порядку, и для начала немного истории. Скуфы, вроде меня, помнят, что в начале 2000-х годов существовала такая серия игр про американское подразделение Delta. И в отличие от большинства популярных шутеров того времени, типа Quake, Half-Life и прочих, серия Delta Force пыталась быть чуть более реалистичной. Это не симулятор, конечно, не стоит путать Delta Force с Operation Flashpoint, который был прародителем армии в свое время. Однако, серия имела определенную тактическую составляющую. Локации были очень большие и давали раздор для разных тактик на пути выполнения миссии. Так что таким динозаврам, как я, эта серия запомнилась именно относительным реализмом и определенной дозой хардкорности на фоне остальных шутеров того времени. Первая игра серии вышла в 1998 году, а последняя, ну на данный момент, в 2009. Какие-то игры серии были даже основаны на реальных событиях. Например, часть под названием Delta Force Black Hawk Down, то есть падение Черного Ястреба. Она была посвящена известным событиям 1993 года, когда ООН в Сомали проводили операцию возрождения надежды. Кстати, старые игры до сих пор можно приобрести в Steam и тряхнуть стариной. И тут должна была быть рекламная интеграция с рекламой сайта, какого где можно пополнить Steam, но ее нет. Зато лишний раз я вам напомню, что у меня есть Бусти, а также Твич и Телега. Ссылочки в описании. Подписывайтесь, пожалуйста. А мы тем временем продолжаем. Если посмотреть оценки последних игр серии, становится понятно, почему все-таки серия Delta Force в итоге прекратила свое существование. Разрабатывала все игры серии американская компания Nova Logic. Она, помимо Delta Force, сделала и другие игры, посвященные военной тематике. Однако сама компания в 2016 году также была упразднена, а все права на интеллектуальную собственность, в том числе серию Delta Force, пришли издателю Тички и Нордик. Однако издатель особо не спешил воспользоваться имеющимися у него правами, и про серию все благополучно забыли. До августа 2023 года. Именно тогда была анонсирована новая часть серии. Показали короткий тизер-трейлер и объявили о дате полноценного анонса через несколько дней на Gamescom. Тизер длился всего 30 секунд, но по нему уже сразу было понятно, что ждать игру в фирменной тактической стилистике серии, скорее всего, не стоит. И вот если во время тизера хоть какие-то надежды еще оставались, то демонстрация полноценного геймплея разбила их в пух и прах. Все. Ханты. Пиздец. Судя по трейлеру, нас ждало что-то полуфантастическое, с каким-то геройскими обилками, совсем без реализма, с кучей взрывов и так далее. Когда я смотрел трейлер, складывалось ощущение, что передо мной какая-то потерянная демонстрация компании Battlefield 2042, а не продолжение серии про Отряд Дельта. И вот тут мы с вами сразу можем сделать первый и самый, наверное, важный вывод. Это не продолжение, это перезапуск, переосмысление старой серии. Или простыми словами, кто-то просто взял старую франшизу и решил ее немножечко подоить. То есть фанатам старых игр тут не стоит ждать ничего. Почему же так произошло, ответ на самом деле очень прост. Игру разрабатывает контора под названием Timmy Studio Group. Эта контора является дочерней компанией, китайской медиакорпорации Tencent, которая, по-моему, запустила свои лапы уже везде, где только можно. А еще игра помимо ПК и консолей собирается выйти на мобилках и будет фритоплейной. В общем, я думаю, что вы понимаете, куда это все идет. И лично мне жаль, что эти очки упродали права китайцам, не постаравшись даже сделать что-то сами. Возможно, у них получилось бы что-то более вменяемое. Я вообще не очень понимаю цель использования имени Дельта Форс для данной игры. Если она рассчитана на новых игроков, то использовать имя франшизы в 15-летней давности особого смысла не имеет. А если они хотят привлечь старую гвардию, то им стоило чуть-чуть направить игру в сторону реализма. Причем разрабы зачем-то сами акцентируют внимание, показывают в своем трейлере отрывок старой игры. Посмотрите, помните старый Дельта Форс? А вот теперь, оба-на, новый, который совсем ничего не имеет общего со старыми играми. Немного странный мув, как по мне. Однако давайте отбросим все эти бумерские претензии в сторону. В конце концов, китайская Tencent спонсировала и много хороших игр. Вот и эта игра может же все равно оказаться хорошей. Так ведь? Ну-у-у. Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что уверенным нельзя быть ни в чем. Безумно можно быть первым. Ну давайте теперь попробуем разобраться, что же игра из себя представляет и столь ли вообще ее ждать. Благо, выводы мы можем сделать основываясь не только на том, что нам показали в трейлерах. По игре уже проходила парочка плейтестов, где избран контентмейкером, среди которых, конечно же, меня, блядь, не было. Прошу прощения. В общем, им дали пощупать игру и испытать некоторые режимы, в основном, конечно же, мультиплеерные. Многие из них уже поделились своим мнением у себя на каналах. Плюс в сети имеются различные футажи геймплея, которые, собственно, вы можете наблюдать все это время у себя на экране. И вот если посмотреть на все это внимательно, то складывается следующая картина. И начнем с графики. Она не сказать, чтобы какая-то выдающаяся. Довольно простенькая. В трейлерах все выглядит красиво, но на то они и трейлеры. Если же смотреть обычный геймплей, то перед нами игра, которая, по идее, должна запускаться даже на довольно слабых ПК. И вот для меня это скорее минус, потому что у меня довольно мощный компьютер. И я, конечно же, хотел бы, чтобы графон был навороченный. Но зато ребята с более скромными компами могут порадоваться в надежде, что их комп сможет потянуть эту игру с нормальным ФПС. Если разрабы, конечно же, не просрут оптимизацию, как это сейчас модно. Однако, если игра с такой простенькой графикой будет лагать, то тут прям можно будет спустить на разрабов собак, чтобы они подкусывали им яйца за хреновую работу. Внешне на данный момент игра больше всего напоминает бюджетную версию Battlefield 2042. Сеттинг похож, помещение, оружие, все прям отсылает к батле. При этом, мне кажется, что графон сделан таким простеньким именно специально. Так как игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, который уже не раз демонстрировал, что может показывать красивую, хорошую картинку. Тут ее, тем не менее, нету. И это как раз намекает на то, что разрабы, скорее всего, хотят сделать игру доступной для большего количества игроков. В том числе и тех, кто не обзавелся мощными видеокартами. Короче, если кратко, графон в игре ничего особенного. Надеемся хотя бы на отличную оптимизацию. А жареный гвоздей не хочешь? Ну, понятное дело, что абсолютное большинство адекватных игроков интересует не графика, а геймплей. И вот тут все довольно интересно. Но начнем давайте с самого простого, а именно механики стрельбы и ТТК. Я уже много раз говорил, что если в шутере будет плохая стрельба, как ты не делай интересные режимы. Не старайся над картами, играть в него будет все равно неприятно. Яркий тому пример X-Define от Ubisoft. Вроде и основная идея там неплохая, объединить вселенные разных игр от юбиков в одну игру. И даже карты есть более-менее интересные. Но с такой убогой стрельбой хочется самому застрелиться, пока ты играешь. И понятное дело, что окончательные выводы по стрельбе можно сделать только поиграв по игру самому. Однако все же если на нее посмотреть в футажах, посмотреть на анимацию на дачу, то ближе всего игра напоминает тот же самый Battlefield 2042, ну или последней части Call of Duty. Что на самом деле-то неплохо, особенно для аркадного шутера. Анимации тоже вменяемые, хотя и не прям какие-то сногсшибательные. Ну и главное для меня, ТТК в игре вроде не заоблачный. Короче, если говорить про ганплей, вроде как тут все выглядит более-менее сносно. А вот дальше мы переходим к чуть более спорным моментам, которые уже сеют сомнения в моем скептическом разуме относительно этой игры. А именно, в игре будут специалисты. Да, у меня в последнее время складывается такое ощущение, что у разработчиков какой-то ПТСР, я не знаю, после выхода Overwatch 2, и все хотят в своей игре обязательно увидеть вот эту вот геройскую тематику. Причем выходит какая-нибудь игра с героями или специалистами, называйте как хотите. И вот ее за это критикуют, унижают, обысывают. Но разработчики упорно продолжают этого не замечать. Возьмите пример Battlefield 2042 со специалистами. И только ленивый не сказал, что нахуй они там не нужны. Однако разработчики Delta Force решили, да все нормально, мы вот делаем похожую игру, ну давайте сюда тоже их запилим хули. Кому они нужны? Зачем? Для чего? Непонятно. Короче, этот момент один из самых спорных, если не самый спорный. Причем в отличие от других игр, тут они даже гиперболизировали, и у каждого героя будет аж по 3-4 какие-то способности. И вот эти способности могут запросто пустить весь баланс игры по пиздец, ломать удовольствие от гонплея и вообще только мешать играть. Понятное дело, что все зависит от того, как разработчики это все забалансят, может у них все получится хорошо, но лично мое мнение, что в подобной игре в целом обилки вообще не нужны. Это совершенно лишнее, особенно учитывая, какие у игры будут игровые режимы. Кстати, об игровых режимах это тоже очень важный момент, потому что на первый взгляд может показаться, что перед нами прям игра мечты. Ну, смотрите сами. В игре будет полноценная сюжетная кампания, которая является, как я понял, ремейком кампании игры Delta Force Black Hawk Down, про которую я говорил ранее. Кроме этого, у нас будет два полноценных мультиплеерных режима. Это, собственно, Havoc Warfare, что-то вроде прорыва из Battlefield, а также Hazard Operation, да, и это снова Extraction, режим а-ля Тарков, куда уж без него. И вот смотрю я на все это, и, если честно, начинаю сомневаться, сможет ли китайская команда разработчиков попытаться сесть на три стула, и при этом не сесть в лужу. Как говорится, за тремя зайцами погонишься и нахуй напоришься. Плюс, учитывая то, что я говорил ранее, сразу истекает логичный вопрос. А не будут ли эти способности ломать геймплей в режимах, которые, собственно, для подобных способностей не предназначены? Вспоминаем какой-нибудь Тарков, да, и вот представьте, если бы у каждого игрока в Таркове были какие-то имбовые способности. Это может напрочь ломать сам геймплей режима. С прорывом из Battlefield все чуть попроще, потому что у нас, собственно, был Battlefield 2042, и, как вы помните, там есть специалисты, у них есть свои обилки. Однако там их не так много, не 3-4 штуки, да, и я боюсь то, что все будут просто спамить этими обилками, и никто не будет вообще стреляться, и игра превратится хрен знает во что. Ну и если задуматься, сам факт того, что фри-ту-плей игра собирается предоставить нам, по сути, аж три отдельных игры, и синглплеерный шутан, и сессионку а-ля Battlefield, и экстракшн-шутер, все это наводит на мысль, а смогут ли разрабы при этом сохранить достойный уровень качества каждого из режимов? Это не точно. Или точно. Или динаху. Стоит также упомянуть другие подробности, которые нам известны об игре. Во-первых, обещают тонны различного оружия и неплохую кастомизацию. Также говорят, что будет обширная карта с различными биомами. Вроде без открытого мира, как я понял, надо будет просто куда-то высаживаться в определенные места на этой карте. И вот тут тоже встает вопрос о качестве локации, не появляет ли количество оружия на его качество, и не получим ли мы тонну оружия, которая будет просто ощущаться одинаково. Насколько вся эта кастомизация будет влиять на геймплей, и не будет ли тут каких-нибудь pay-to-win элементов из серии вот купи детальку и еби всех направо и налево. И вот смотрите, что мы имеем по итогу. Китайская компания-разработчик взяла старую тактическую франшизу и пытается пилить из нее фритуплейшера потреб и охватить аж три довольно крупных шутерных сегмента. При этом напоминаю, это бесплатная игра, которая выйдет еще и на мобилках. Звучит все это крайне смутно, если вы понимаете о чем я. В общем, у меня пока к данной игре крайне скептическое отношение. Но я, как всегда, буду очень рад ошибаться. Если вдруг у разрабов получится сделать хорошо оптимизированную игру, где будет интересная компания, где обилки специалистов не будут ломать баланс, а будут просто небольшими бонусами для разнообразия геймплея. Где оба мультиплеерных режима будут хорошо продуманы и будут хорошо играться. Если все это случится, то я, конечно же, буду очень рад быть неправ. Однако опыт последних релизов показывает, что нам все еще стоит воспользоваться губозакаточной машинкой, чтобы не разочаровываться в очередной раз. В любом случае, совсем скоро мы узнаем всю правду. 18 июля вроде как стартует открытая бета, так что там все будет более ясно, чего же нам стоит ждать от этой игры. Чите обязательно в комментариях, что лично вы думаете по поводу этой игры, ждете вы ее, не ждете. Как вы думаете, какая она выйдет хорошая или полная залупа фритоплейная для зумеров. Конечно же, всем, кто подпишется на Boosty, Телегу и Твич. Любовь от меня большая. Ну и на этот канал, конечно же, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Лайк поставьте, если вам видео понравилось. Если не понравилось, можете дизлайк ставить. В общем, что хотите, делайте. Спасибо большое, что досмотрели до конца. На сегодня это все. С вами был Мардио 120 Гигабайт. Играйте в только хорошие игры. Жесткий всем респект. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok